здравствуйте дорогие друзья в сегодняшнем видео покажу вам работу на разводне и расскажу о событиях которые произошли за неделю сейчас мы ведем чистку дна замену воды в разных аквариумах где у нас нету протоки где у нас сидят пары с мальками и также будем проводить чистку стирку губок сейчас я ссыживаю воду я использую один такой сифон трубка и шланга длинная и все одним сифоном я сифоню все аквариумы в принципе есть шкребок которым можно лишнюю биологию чистить делается вот таким вот образом так вот мы ощущаем она там оседает все чистим дно и потом все это мы сифоним вот те банки где у нас замкнутая система то есть фильтрация вот такая вот сам здесь нужно делать подмену воды каждый день потому что рыбы здесь много много разного малька с мальком еще предстоит работа здесь у нас два смешанных выводка туркисы бирюзовые тигры и алмазики спустя время пока растет малек здесь надо будет проводить сортировку отбраховку еще одно а пока делаем подмену воды каждый день в таких банках я меняю по 10-15 процентов воды в зависимости от плотности посадки либо какая там пара сидит кстати можно сейчас принципе поярче делать баночки еще запустил нерестовички два нерестовика 1 2 для нерестов новых готовы вот таким образом я меняю воду всех шланг закинул и водопроводом подмениваем воду в аквариум который у нас проходит трехступенчатую предварительную очистку также я доливаю его и в нерестовики где пары сидят с мальками но только в том случае когда малек уже из стадии личинки вышел когда их там не будут сдувать холодная вода не будет оказывать на них негативный эффект здесь у меня сидит парочка пиджин белая змея и пиджин зебра сожалению выводок получился маленький также будем проводить диссортировку 45 малька и дальнейшем будем работать с этой парой либо ставить самца в крест с другими особями от этого самца сейчас доступен к приобретению малек желтый чекерборд где мамаша у них пиджин мухомор в этом нерестовички нас плавает очень много наукли артемий сейчас подсифонил но помыл губку здесь у меня сидит парочка дискуссов опять очередная перепоровавшиеся но самка просто по самцам скачет то с одним то со вторым что с третьим нерестится здесь данном случае парочка у нас чисто азиатская линия справа пиджин мухомор слева золотая змеиная кожа альбина от андуанга получился у них здесь неплохой выклев 50 процентный первые примерно три-четыре дня малечек был на конусе питался на углей ну вчера я забрал у них конус и конус довольно таки просто забираю когда малек сидит на конусе просто стряхиваю его на производителей и они в дальнейшем очень хорошо садятся хочу вам показать палочку какую-нибудь мне нужно хочу вам боком его поставить чтобы показать сколько малечка еще давай двигайся они меняются по очереди не дерутся это очень хорошо вот малечек вот это примерно 50 процентный выклев кстати вот они поменялись я его в сторону подвинул он половину такой своей жене так забираешь половину малька остальное я оставляю себе вот часть на самочку села часть на самца сейчас на время съемки я сделал поярче свет но основном я затеняю так как у меня свет 24 на 7 работают ночнички такие и вот рыбка у меня сидит малечика растет это очень хорошо далее соседний нерестовичок здесь парочка наших мэлонов сидит малечек также неплохо растет сортировку калибровку я пока не делал сейчас стираю губки и подсифонил но сделал подмену воды такая наша парочка ту сам агрессивно это самка вот на видите как атакует мой палец и самец уже пришел подключиться красавчик ну вот они вынашивают будущих денег также спешу сообщить поделиться новостями что доступна к приобретению первые малечки и подростки красно-белого дискусс а в размере от пяти до шести с половиной сантиметров кто будет первым счастливчиком напишите и закажите других рыбок вместе с этими дискуссами вот красно-белые дискусс а также здесь уже потихоньку подрастает красная дыня мальборо здесь у меня сидят три выводка разных соответственно самые старшие это те которые самые крупные то есть в размере от пяти там шести до шести с половиной сантиметров вот такие рыбасики первое время имеют окраску такую немножко глянцевую но последующим окрашиваются причем красно-белый дискусс имеет 2 рассветки может получиться морковного цвета может получиться как снежный леопард то есть розовый оттенок с мелкой красной точкой может получиться красно-белый дискусс кирпичного цвета и может получиться красно-белый дискусс алого цвета по крайней мере у малечков наших есть гены алого красно-белого дискусса кирпичного красно-белого дискусса и снежного леопарда то есть три-четыре расцветки принципе преобладают поэтому приобретайте уважаемые друзья о информации по ценам по заказам пишите мне вконтакте либо в телеграме ссылки в описании канала хочу показать здесь у меня сидит маленький выводок малёчков первую отбраковку я уже сделал было два сорок пятых малька вот такой малёчек здесь этому мальку будет уделяться пристальное внимание поскольку это малёчек от красного валентина но есть небольшой подводный камень так как это может быть и обычный красно-белый дискус поскольку здесь сидела пара красного валентина я сюда ставил вкладку от красно-белого дискуса и какие получатся малёчки мы только к сожалению сможем узнать когда они достигнут размера хотя бы 6-7 сантиметров ну а пока темпы роста неплохие малёчек хорошо растет вот полосатики такие даже некоторые глянцевые какие-то в общем посмотрим кто получится а их родители их родители их родители азиаты красный валентин я не стал их отсаживать в общую стаю потому что я не хочу потерять эту пару именно потерять чтобы они не перепарывались поскольку идеальное сочетание цветов тьфу 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 чтобы не излазить хорошие получились родители заботливы никого не едят берут из себя малька вы нашего в общем с первого раза у них все получилось поэтому я вот этот нерестовичок переделал под пару вообще здесь я готовил рыбу к отправке здесь залит обычный водопровод с перемешку с аквариумной водой здесь стоит у меня аэрлифт аэратор и механический фильтр с грелкой живут они меня здесь при температуре 29-30 градусов вот это у нас самец вот это у нас самочка поэтому здесь я кормлю здесь их содержу поставил им конус случае чего чтобы они могли спокойно отнереститься ни улитки ни другие искусы икру не сожрут и отнерестившись здесь я без проблем смогу переставить их конус готовую нерестовую воду и самих родителей тоже перенести в нерестовик вот такие вот рыбасики плавно подошли другим двум нерестовикам здесь у меня сидит парочка наша пиджин красная змеиная кожа пиджин чекер борт здесь в принципе тоже азиатская линия вот такое количество малючка малючек растет если не получился по моему стопроцентный выклев сейчас подсифонил дно сделал 20 процентную замену воды и стираю губку это папашка у вас на переднем плане кстати малючки чекерборды точнее подростки чекерборды в размере от 5 до 6 сантиметров которые сейчас доступны к приобретению из-под этой пары это самец а вот там самочка вот они соседнем нерестовичке сидит новая молодая рабочая пара дискусов красно-белый дискус нашего разведения первое поколение линия антонелла грека и азиатская самочка красного валентина вот такая парочка получилась вот такой вот самец здесь у них получился немаленький выклев процентов 30 наверное но если вы можете видеть здесь малючки более мелкого размера была у меня парочка в нерестовике красно-белого дискусса немножко пугливые всего малька сюда выловил видимо часть подъели но некоторые сели на производители вот самец закрывает не дает нам на малька посмотреть малечек также потихоньку растет взяли они на себя малька принципе сразу как только я у них забрал конус а так в основном на полносе малечек сидел вот такая вот парочка у нас так касательно голубых алмазов сегодня 25 декабря на сегодняшний день большинство особей из первого выводка закончились следующая партия следующего выводка будет доступна к приобретению после новогодних праздников ориентировочно 10 11 января а эти алмазики у нас ближайшее время поедут в новые города в есть и пущевскую следите за шорт роликами другим хорошим новостям тут парочка у меня сформировалась дух из двух маджестиков что интересно один маджестик имеет кирпично красный оттенок другой маджестик имеет бриллиантово красный оттенок и как их различаю по плавникам вот эти вот два луча значит у самца левый длиннее правый короче а у самки наоборот правый длиннее а левый короче они у меня в этом общаке неделю наверное тряслись чистили чистили конус в конце концов наконец-таки они отнерестились но самка сразу же как только ложила икру сразу и съедала хотя самец при этом готов был отрабатывать по игре поэтому то что они отнерестились это уже хорошие новости значит на следующий нерест можно будет пытаться пробовать их отсаживать нерестовик вот такие рыбасики это у нас хитильный такой бирюзовый туркис на этом у меня все дорогие друзья всем спасибо за просмотр увидимся наверное уже через неделю 31 декабря в видео подведение итогов разведения и содержания дискуссов всем до новых встреч